Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы купим в магазинчике танчик и сделаем на нем первые катки. До этого танчика, соответственно, у меня не было, а значит обзор будет честный, как обычно справедливый, абсолютно без каких-либо вырезок и склеек. Буду стараться исключительно для вас. Но перед тем, как я начну и мы посмотрим, что собой машинка представляет, хотел попросить каждого из вас, кто смотрит мои видео без подписки, пожалуйста, подпишитесь на канал, данная подписка для вас не стоит ровным счетом ничего, ну а для меня это развитие моего канала, ну и соответственно его продвижение на YouTube. Заранее вам очень благодарен. Кстати, как показывает моя статистика, менее 7% постоянных зрителей моего канала являются подписанными на него. Все же остальные смотрят видео, но почему-то не ставят подписочку. Еще раз повторюсь, вам она не стоит ничего, для меня это ну просто-таки мед в рот. Поэтому спасибо вам большое заранее, за то, что вы подпишетесь и в принципе будете продолжать смотреть мои видосы, чего я в принципе и хочу. Ну а теперь давайте начнем. Разработчики выбросили сегодня предложение по покупке тяжика по двум разным ценам. 12500 стоит Кейлер и 15000. Я бы честно говоря брал за 12500 лысый голый танк, но потому что голдишка у меня кровная и соответственно выбрасывать дополнительные 2500 за ту шелуху, которая идет в наборе, я бы не хотел. Ну если бы балл танчик исключительно для себя, себе в пользование. Но в комплекте идет, мы не будем смотреть на место в ангаре, оно везде идет. Здесь идет оборудование полностью открытое, вот это вот фигня, потому что аватары я вообще в принципе не понимаю в игре и зачем они нужны, ничего не добавляют. Такой чисто прикол, и то пока ты заходишь в бой. Дальше ты эту дребедень в принципе-то не видишь, ну и мало кто обращает внимание на нее в бою. Что касается легендарного камуфляжа, вертига, ну короче есть да и есть, можно надеть любой камуфляжик на машинку, главное чтобы она ездила нормально. Тоже особых характеристик каких-то в танке не прибавляется от камуфляжей. И добавляется три мистических контейнера, но как мне кажется 2500 голды за три мистических контейнера это немножко перебор. Да и я сам честно говоря контейнеры не очень люблю. Это вот знаете как тайный Санта, я положил в коробочку своему другу какой-нибудь очень хороший телефон стоимостью в несколько тысяч, ну а он положил мне вау мягкого зайчика. Ну вот где-то приблизительно так, то есть вроде бы голдишку ты сливаешь, а взамен получаешь какую-то шелуху, которая входит в комплект этого контейнера. Ну с золотишком вообще там не факт, что 100к тебе выпадет, дай бог чтобы хотя бы там сотня голды вылетела оттуда. Ну а сам сертификат с вероятностью если не ошибаюсь в 5 процентов, ну честно говоря тоже знаете такой вопрос очень стрёмный. Итак ребятки, в любом случае говорю к чему, я бы брал за 2,5. Исключительно для того, чтобы порадовать вас, показать вам что будет в комплекте идти в этих трех мистических контейнерах, вылетит оттуда что-то или нет. Ну и показать вам танчик в его реальном камуфляже, так уж и быть я солью практически всю свою голду, которая есть у меня на аккаунте, но это сделаю. Итак давайте попробуем, покупаем танчик. Да, так уж и быть 15 тысяч голдишки сливаю, согласен. Ждем начисления. Ну и давайте будем радоваться. Итак, танчик нам начислили. Давайте сейчас сразу пробежимся по танчику. Установим ему сразу его, где этот легендарный камуфляж. Я так понимаю, что скорее всего он должен быть где-то, где-то вот здесь. Здесь, нет, извиняюсь, во внешнем виде. Вот, честно говоря, замешательство прям полнейшее. Каким образом на него одеть этот камуфляжик для того, чтобы танчик выглядел так, как он должен выглядеть. Так, ну здесь у меня вообще ничего не прибавилось в камуфляжах. Теперь зайдем в камуфляжи отдельно, но это явно не он. Эпический. Класс, я очень рад, что мне ни хрена не понятно. А, вот он, вот он, ребята, спрятался. Устанавливаем. Вертига устанавливаем. Че-то думал, что он должен быть сверху. Не знаю чего. Но, ребят, знаете так, на вкус и цвет товарища нет. Честно говоря, я бы, допустим, одел на него вот такой. Но ничем не хуже, чем вот этот легендарный. Поэтому, ну, за что бабло отдали, я, честно говоря, не совсем понимаю. Но я всегда устанавливаю себе в таком случае шоколадочку и две канистры. Я люблю, чтобы техника была по максимуму подвижной. Но и перезарядка хотя бы на полсекунды. Но все-таки уже чутка получше. Что касается... Кстати, давайте сразу глянем... Нет, отмена. Так. Глянем. Да, у нас нету альтернативы оружия. Поэтому давайте сразу поставим себе просто вот так вот как-нибудь от балды. Потом поменяем, если вдруг чего. Ну и что касается оборудования. Я ставлю себе вот так вот. Что тут у нас? Плюс четыре броневых. Согласен. Лучше вот так. И поставим вот так. Я думаю, что... Ну, может я ошибаюсь, может не ошибаюсь. Я всегда ставлю себе на тяжиках так и радуюсь жизни. Что касается снаряжения. Все-таки поставлю себе так, как удобно мне. Мне очень удобно, чтобы ускоренная перезарядка стояла в центре. Ну и ставлю себе дополнительную ремку. Ну вот как-то приблизительно так. Давайте закатимся в первый бой на этом танчике. Посмотрим, что он может. И вообще, стоит ли его покупать даже за 12500. Погнали, поглядим. Смотрите, пока мы заходим в бой, поймал себя на мысли, что весь такой воодушевленный покупкой танка и в желании максимально быстро выкатить его из ангара, я не посмотрел на его технические характеристики от слова ВООПСЧЕ. Я даже не посмотрел нормально там урон какой. Но, короче говоря, по динамике давайте сначала определимся. Динамика у него для восьмерки тяжа вполне нормальная. Я не могу сказать. Вы знаете, он очень сильно похож на Леву чем-то. Он немножко похож башней. Он немножко похож на Леву по подвижности. Мне кажется, что даже корпусом он довольно неплохо похож на Левчика. Но это мое скромное субъективное мнение. Если имеете другое или поддерживаете мое, с удовольствием почитаю ваше мнение. Я думаю, что другие ребята тоже захотят почитать это в виде ваших комментов под данным видео. Теперь давайте, что касается подвижности. Вот вправо-влево мансить он, ну, тянет времечко, честно говоря. Точность пушки довольно неплохая. Сведение, я бы не сказал, что медленное, но и не быстрое. В принципе, как для тяжа, ну, довольно неплохое. Не могу сказать, что оно меня там прям как-то расстраивает. Точность пушки, по крайней мере, пока. Я уверен, что рано или поздно придет всемогущий нерв, который все-таки изменит характеристики данной машинки хотя бы втихую. Я приверженник теории заговора и являюсь тем игроком, который уверен, что все-таки разрабы, они потом нерфят машины втихую для того, чтобы машина переставала быть такой имбой. На первых порах, слушайте, мне довольно приятно на этой машинке играть. Откатывается назад, она не очень бодренькая, но надо учесть, что я откатываюсь сейчас не просто назад, я откатываюсь наверх назад. А это существенно. Ну, прям каждый выстрел у меня походит с пробитием и с попаданием, и прям вообще комфортно и нормально. Что касается бронирования. Бронирование, ну вот серьезно, я ощущаю такой, знаете, отголосок Левы. Вот на Леве ты играешь точно так же. Когда тебе в балду прилетает, ты, в принципе, нормально принимаешь шот без урона. Когда тебе в бочину прилетает, соответственно, ты отхватываешь. Ну, вот так он и играется. То есть, насколько он, скажем так, похож на Леву, в то же время, настолько он немножко от него отличается. Все-таки, может, это ощущение первой катки на новой машинке, но мне почему-то, вот, кажется, что он все-таки немножко повеселее, чем Лева. Лева все-таки, я делал на него обзор, можете посмотреть. Я добавлю подсказочку в видео. Надеюсь, вот здесь она сейчас должна будет появиться. В отношении того, что Лева, он все-таки немножко уже устарел в рандоме, эта машинка все-таки отыгрывается на сегодняшний день не так, как игралась когда-то раньше. Пока катимся, давайте посмотрим. Ну, через экран нас пробили. Не вижу сейчас нашу морду, честно говоря, что там по морде. Несколько пробитий я отхватил. По скорости перезарядки. По ощущениям, скажу откровенно, вот если бы буквально на секунду или полторы быстрее, но был бы вообще просто блеск. Итак, смотрим результаты нашего боя. Я очень жалею, что я не смог эту машинку, честно говоря, забегая наперед. Вот сейчас по результатам того, как я отыграл, даже не глядя на цифры, по ощущениям, да, вот исключительно. Итак, 3000 урона, 3 фрага. Ну, знак классности второй степени, я так понимаю, что уже катают эту машинку, но, в принципе, и на том большое спасибо. По фарму. Итог кредита у нас составил 50 кусков. Ну, ни много ни мало, в принципе, нормальная цифра. По урону, по результативности, первое место в бою. Давайте закатимся сейчас во второй бой и попытаемся посмотреть приказ. Хорошо, потом посмотрим рейтинговые бои, очень рад. Так, второй бой, посмотрим, на что машинка способна будет во втором бою. Я, кстати, ребята, не знаю, прав ли я, но, по-моему, Кейлор выставляется на продажу сейчас первый раз. Раньше я его не видел. Может, я просто его как-то пропустил. Кто знает, если раньше Кейлор на продаже был, и если уж тем более вы помните, за какую сумму, напишите, пожалуйста, в комментах. Вот я сейчас врать не буду, что его раньше не было. Но мне кажется, что все-таки на глаза он мне не попадался. Я бы обратил явно на него внимание, но и, соответственно, задумался, брать ли себе его на покатать. Мысль, кстати, не закончил, пока мы находились в ангаре и выходили из него. Сбился по результатам боя, их оценивал. Ну, хотелось бы отметить, что я, поиграв на нем вот этот вот первый бой предыдущий, а это был реальный первый бой на этой машинке, я, честно говоря, вот ощутил такую оскому от того, что я не приобрел его на свой основной аккаунт, а купил его все-таки на дополнительном. Мне кажется, что машинка, она, в принципе, стоящая чего-либо. Вот мы сейчас против пятерых, понятное дело, что шансов у меня абсолютно никаких нет. Наши ребята по абсолютно непонятной для меня причине решили укатиться. Меня зажали, в принципе, как лоха. Я не буду тратить серебруху на то, чтобы ремкаться или что-то делать. Просто сейчас доживу этот бой, и на этом все закончится. Не буду дожидаться окончания боя, потому что, в принципе, и так, как я понимаю, все плюс-минус предрешено. Итак, ребятки, бой закончился. Я поставлю одну из любимых своих машинок на фасаде, для того, чтобы не в пустом ангаре с вами сидеть. Мысль закончу следующими словами. Машинка, которая... А, можно же сделать вот так вот. Машинка, которая сейчас предлагается за 12500, она, скажем так, мне она понравилась. Понравилась почему? У нее неплохая динамика, у нее неплохая скорость перезарядки, и, как я сказал, что было бы неплохо, чтобы все-таки у этой машинки скорость перезарядки была на секунду-полторы быстрее. И тогда вот прям стопроцентный комфорт от игры на данной машинке. Что касается углов наводки по данной машинке. Углы наводки по данной машинке 15 и 8. Сугубо по цифрам. А вот по ощущениям в игре я не ощутил нехватку этих углов. То есть машинка как-то сделана так, что, в принципе, стоя наверху, я отстреливал вниз, допустим, да, там, в первом бою. И мне хватило этих углов наводки, то есть 8, абсолютно спокойно. То есть маска орудия, которая здесь стоит, она закрывает практически всю башню. Вот эти бока имеют скосы, я уверен, что они довольно неплохо рикошетят. Вот эти углы, они тоже неплохие, да, то есть, ну, нижний бронелист, верхний бронелист. И, соответственно, острый стык двух этих бронелистов, верхнего и нижнего, они позволяют, ну, то есть сам стык позволяет в него не принимать, в отличие от Лёвы, допустим, с которым я бы сравнивал этот танк. Многие скажут, что здесь есть от 75-ки корпус, да, там, а башня чем-то похожа на Лёву. Может и так скрестили разработчики, не знаю, но по факту, как есть, так есть. И броня, в принципе, по первому бою мне тоже понравилась, потому что, ну, рикошетила, реально рикошетила. Что же касается вообще, в принципе, приобретения данной машины, а я думаю, что это самый главный вопрос на повестке дня. Я думаю следующее. Если у вас нет Лёвы, есть голда, и вы хотите что-то похожее на Льва, и по фарму плюс-минус она, я думаю, будет похожа, потому что Лёва, он хоть и имеет высокий коэффициент фарма, но на сегодняшний день, мне кажется, что он редко может вытягивать прям все 100% результативности в бою. То есть, со своей высокой результативностью на этом танке вы будете получать, я думаю, по серебрухе, то же самое, что со средней результативностью на Льве. Ну, и все-таки это новая машинка, машинка интересная. Поэтому мой вердикт такой, я бы, не имея Льва у себя в ангаре, взял бы этот танк за 12 тысяч, а не за 15, однозначно и без вопросов, имея голду. В принципе, ценник, да, немножко завышенный, но брать можно. Что же касается остального, не знаю, выбор за вами, какой конкретно наборчик брать. В конце данного видео я добавлю ссылочку на видос, в котором мы с вами откроем полученные 3 контейнера мистических и посмотрим, упадет ли нам что-либо из этих мистических контейнеров, ну или, как обычно, мы будем с вами с голым, простите, с пустым ангаром. Вот как-то приблизительно так. Возвращайтесь на канал, смотрите мои новые видео, я всегда вам рад. Обязательно подписывайтесь на канал, поддержите, пожалуйста, развитие моего детища. Я вам буду безумно благодарен. Всем всего хорошего, всех благ, наилучших пожеланий, ну и, соответственно, мира вам.